Прохожие удивляются. Прямо на улице необычная выставка. В честь Дня Семьи, Любви и Верности рядом с Центральной Библиотекой развернулся город мастеров. Каждый экспонат выполнен талантливыми руками рукодельниц и умельцев нашего города. Квилинг – это искусство бумагокручения. На тоненькой шпажечке накручиваем тоненькие листики бумаги, определенным образом порезанные. Потом все это скручивается, складывается, склеивается и получаются вот такие штучки. Это называется, одна из них называется «тугой ролл». Вот из таких тугих роллов можно сложить все, что хотите. Хоть шкатулку, хоть подставку. Это принт, то есть основа, куда нанесен рисунок на принт. И потом мы вышиваем лентами. Это сложная работа? Нет, не сложная. У меня дети вышивают. Очень красивая работа. Мне нравится вышивать лентами. Мы очень нравились. Это очень забавная вещь. Это просто восторг для меня. Такой делать, такую картину. А сколько времени уходит на ее? Очень много. Месяц. Нина Петровна Гнутова, хоть и на пенсии, но не сидит без дела. Делает замечательные украшения. А Дарья Сирянова свое хобби превратила в профессию. Вязание не считает уделом бабушек. Наоборот, к изготовлению каждой вещи подходит творчески. Анастасия Литюнских осваивает новую технику плетения бисером. Это французская техника плетения бисером. Плетение дугами, ее использует большинство мастеров. Мы занимаемся и с детками, если они приходят. И со сложными детками, с ограниченными возможностями. Поэтому ничего нет невозможного. Главное – желание. В этот день организаторы праздника дарили гостям песни о семье. Ведь только в добре и счастье приходит вдохновение и рождаются такие шедевры. Как здорово, что в нашей жизни появляются новые, добрые, семейные праздники. Замечательные святые Петр и Февроньи. Мы знаем их славную историю, бессоветной любви и преданности друг к другу. И вся их жизнь, хоть и проходят века, очень-очень много времени прошло с тех пор. И мы знаем, это историческое событие. Но какой же замечательный пример для всех нас. Пример доброй, счастливой, любящей, уважающей семьи. Единство Духа в союзе мира. Дай Господь Бог, чтобы мы сохранили это единство. Чтобы мы друг друга любили. Чтобы мы помнили, что муж и жена – это одно целое. И, как сказано в священном Писании, что муж и жена отлепятся от родителей и прилепятся друг к другу. И будут одно целое. И дай Господь Бог, чтобы у каждого из нас в наших семьях было, кто имеет сейчас возможность детородного возраста, чтобы было как минимум трое детей. Пример большой любви Петра и Февроньи дают многим поколениям россиян веру в это великое чувство. В любви рождаются самые счастливые семьи. Теперь у каждой счастливой семьи есть свой праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова